Предполагаем, что это сговор, нас пытаются отсюда выжить. Трехэтажка Набреская – одна из всех квартир в муниципальной собственности. Поэтому власти района инициировали собрание жильцов. Мы получили известие о том, что у нас будет проводиться собрание дома, на котором, со слов администрации, наш дом должны были признать аварийным. Дом, на наш взгляд, на взгляд собственников жилья, не является аварийным. По данным оценочной компании, износ дома несущественный. Этот дом простоит еще 200 лет, если ему уделить должное внимание, сделать капремонт. Он построен в сталинские времена, когда делали более-менее добросовестно, японцами говорят. У дома обновили кровлю. В следующем году здание ждет капремонт. Люди не понимают, о каком сносе может идти речь. Как не понимают и жильцы на Парфинтерна-8. О них мы уже рассказывали. Ситуация один в один. Если любыми причинами добиться признать дом аварийным, и затем обесценить эти квартиры, то мы получим просто копейки. Стрешки – это даже на однокомнатную квартиру людям не хватит. В случае Парфинтерна-8 власти нам пояснили, что просто занялись старым фондом. Дом 1933 года постройки, а администрация районов и комитетом проводится работа именно тех домов, которые годы постройки с 1900 по 1945, имеющие этажность 1, 2, 3, этажность Парфинтерна-8 подходит под эти критерии. Вот только дом на Обрестке построили в 1953-м. Если власти настаивают на экспертизе, юристы советуют провести свою. Экспертиза может быть проведена и государственная. То есть, это не препятствует жителям проводить экспертизу собственными силами или же оспаривать результаты экспертизы, которые были проведены в рамках государственности. Если экспертизы покажут, что износ здания больше 60% и его не восстановить, дом можно признать аварийным, помимо желания собственников. Мы продолжим следить за темой. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.